Модельер Игорь Юров Добрый день. Вот расскажите, пожалуйста, сегодня калоши переживают просто ренессанс, они обрели и новую форму, и стиль, и дизайн носят их преимущественно дамы, а как раньше было? Ну, как вам объяснить, калоши начали производить в начале 19 века, когда Европа завоевала Америку, началось оттуда, это каучук. Люди всовывали свои босые ноги в каучук и образовывалась пленка на ногах, и получалось, что она, вытаскивали ногу, она остывала, и получалось, что она защищала ее от грязи, от воды, и все, и люди ходили это. Но это было несовременно. И в начале 19 века, когда началось бурное производство промышленности резины, началось производство этих калош. Там американский деятель изобрел, значит, скрещивание, значит, каучука с серой, и получилась прочная резина, и в наше время используется вот эта формула скрещивания серой, значит, этих материалов, и получилась прочная резина, из чего сейчас производят каучук, галоши в наше время сейчас. Их дизайн, конечно, расширился. Делают сейчас и цветные, и красивые, носят их от молодых до взрослых. Так что это очень красивая обувь, их разноцветные, красные, зеленые, ну, разных цветов. И поэтому дизайн очень, расцветки начали красивые. Их можно современного виде даже сейчас носить в дождик, грязь и слякоть. И люди довольны приобретают их. Так что вот калоши, это наше время, а раньше их носили в сельской местности. Большинство надевали на валенки, чтобы валенки впитывали влагу, и поэтому калоши, это была первая очередь обувь. Носили их под мышку, как обычно. При грязи это, они сразу их надевали на валенки и носили. Вот таким методом это калоши называется. И очень такая обувь, которая была востребована в то время. Ваше дело это ручная работа, мы об этом позже немножко поговорим. А вы никогда не хотели себе попробовать изготавливать калоши? Это все-таки же производство, не ручная работа. И насколько сложная? Ну, калоши это, как вам сказать, это производство очень масштабное. Это связано с элементами, с химическими элементами. Как вам сказать, это с резиной. И там технология совсем другая, она отличается от ручной работы. Конечно. Это занимаются очень большие концерны, предприятия, они в массовых масштабах их производят. И я думаю, они пользуются спросом. А в ручной сборке калоши, ну, невозможно ее произвести, потому что она формируется. Сырая резина и формируется прессами. Это совсем другое производство, которое нам не под силу, мастерам ручного изготовления обуви. Так что, в двух словах. Севастопольцы сегодня шьют под заказ. Я думаю, что не то, что шьют, они очень даже хотят шить, потому что есть контингент людей, которые любят обувь, которая качественная, кожаная. И очень, ну, я вам скажу, процентов 70, например, люди, ну, больше 50 процентов, скажу так, не скажу, что все 70, люди еще тех времен, они понимают это. Например, вот дедушки, бабушки наши, они, например, обувь, которую, ну, не буду я сейчас других производителей, например, в это вникать, что у них некачественное или что-то. Они, например, желают, например, приобрести обувь нашего производства, ну, вот не именно мою, но нашего производства, чтобы люди, которые работают здесь, в нашей стране, и они знают, что это обувь качественная. Изнак качества. Да, и кожа качественная, и все сырье, в принципе, все наше. И поэтому оно все сертифицировано. При изготовлении, например, заказа, заказчику предоставляется, например, кожа, чтобы он ее посмотрел, что какая подошва, откуда, кем она выпущена. Кем она произведена. Чтоб человек был уверен, что он обувь носит, и он доволен этим. Все, вот. А вот что самое главное, качество, престиж или возможность, вот есть некоторые люди, которые хотят отличаться от других. И еще, вот знаете, бытует мнение о том, что под заказ шьют только те люди, у которых размеры нестандартные. Насчет вот вашего вопроса, там, качество, престиж или себя выделить кем-то. Я, например, ориентируюсь на качество. Потому что от того, что у тебя будет качественная обувь, значит, и даже без, как вам сказать, сделав одному клиенту, например, обувь, и он доволен, он скажет, конечно, другому. Вот такой метод у меня. Не то, что там выделяю себя, что можно делать обувь такую и такую, а сам ничего не умею сделать, так тоже нельзя. Все надо на деле показывать, и свои качественные, все вот эти качества надо показывать на деле, я так понимаю. И в любом деле, в любое производство оно показывается на деле. Если ты будешь делать плохо, конечно, к тебе люди не будут ходить. И то, что у тебя имидж или что-то будет, оно не будет тебе помогать в дальнейшем, например, процветании. У нас не процветание, я вот борюсь за качество. За любую мелочь стараюсь, чтобы оно было бы сделано по всем стандартам, по тем временам, как наши дедушки и бабушки. Вот раньше делали все вот это качество, мы стараемся. Я работал, когда начинал работать, я еще успел тех времен делать обувь на шпильках березовых. Сейчас, в данный момент, это не делают. Раньше клеев не было, ничего не было. И делали все, подошва креплялась на березовых шпильках. Это была, конечно, самая экологически чистая обувь. Кожаная подошва, шпильки, ни одного клея, и все из кожи делалось. И народ носил, ну, тогда в то время носил, и 20, и 30 лет носили обувь, такая обувь была качественная. Сейчас тоже стараемся, сейчас производство, конечно, мы вышли вперед уже, с каждым годом проявились клея, новые материалы, но все равно от этого качество не должно портиться. Потому что все стараемся по технологии делать, самое главное. Дорого ли шить под заказы и насколько долго? Ой, как вам вот, например, сказать это? Вот если сравнить, например, купить качественную готовую обувь или, например, вот у вас заказать, насколько это будет дорого? Дело в том, что, например, цены, например, в магазинах, на рынках, они, может, будут отличаться. Некоторые говорят, что у вас дорого на заказ, потому что в магазине стоит, например, сумму одну указывают. Я всегда объясняю клиентам, жителям Севастополя и всем, например, телезрителям, что обувь на заказ, это отличается она от той обуви, которая, например, продается в магазине. Потому что в магазине это производство массового производства, и она, да, качественная, например, кожаная, все, у них сертификаты все есть, но индивидуальный пошив, это заключается в том, что шьешь индивидуально, и поэтому оно, конечно, становится чуть-чуть подороже, чем, например, покупка в магазине. Но если это какая-то брендовая вещь, вот в таком сравнении? Все равно. Все равно дороже. Например, знаем, например, та брендовая обувь, вот я по обувной сфере вам скажу в двух словах, что вся обувь, которая на наших прилавках, брендовая, которая завозится, например, из Европы, например, из других стран вне, она также изготавливается, например, итальянцы очень прогрессируют на рынке, ручной работы, ну, она не, мы не хуже их делаем, наши мастера, наши мастера даже вот в нашей стране не хуже работают, просто они себе сделали эти имиджи, они очень много над этим работают. Платим за имя. Да, и за имя платим, за их фамилию, имя, которое они там выставляют на выставках. Мы, конечно, на, у нас нет времени. Сильна у нас школа? Школа, да, в России, да, очень сильная школа, очень много мастеров. Которые любят, например, ну, это усидчивая работа. Школа, это учить очень сложно, это должно, ну, как призвание быть. Я вам скажу, вот как художник, например, это призвание должно быть. Вы вместе с супругой работаете, да? Да, мы работаем семейным подрядом. Супруга мне помогает, старший сын помогает. Так что вот мы стараемся как-то все это семейным подрядом все изготавливать и доставлять, ну, радость к нашим клиентам, в конце концов, чтобы они были довольны. Вот, чтобы были довольны. А формы, где заканчивается предел фантазии, материалы, как можно, что можно сделать? Вот мы сейчас видим мужскую обувь, да, вы принесли с собой ваша работа. Но вы работаете и женскую обувь. И женскую обувь на заказ любую. По заказу клиента, эскиз. Даже любая женщина, принеся свой эскиз, набросок рисунок, фотографию. Я по этой фотографии, ну, как обычно, можно с компьютера там снять или образец принести. Я все постараюсь сделать с этой фотографией, снять этот образец и изготовить точно такую же обувь, которую она захочет. Дамская обувь, конечно, она и сложная, и в эскизе, и более такая, надо к ней щепетильно отнестись. Мужская обувь очень сложная, она в обработке подошвы. Это самая сложная обработка подошвы. Покажите подошву на каком-то изделии. Я вам, например, образец покажу. Вот обувь, которая производится, например, натуральный лак. Лак, конечно, это французский. Он приобретен под заказ. Белый лак и черный, это натуральный лак. Подошва производится из кожи натуральной. Это клиент, который, например, купив эту обувь, он просто уже знает, что эта обувь будет носиться очень долго. Она одевается индивидуально. А долго это сколько? Ну, как вам сказать, здесь комплектующие, которые меняются, снашиваются, а вся подошва остается целой. Здесь набойка и каблук, но снашиваются, как резиновую машину, например. Она тоже меняется. Также здесь меняется каблучная и профилактическая вот эта часть. А вся подошва, она держится на клею, под прессом приклеена, под давлением. Так что ее зубами не оторвешь. Это я вам просто не гарантирую. Как отличить фирменную обувь от подделки, когда приходишь в магазин или где-то в другом месте приобретаешь? Потому что очень есть много моделей, которые не являются настоящими, и ты не отличишь подделку. Как быть? Уважаемые телезрители, уважаемые севастопольцы, это, как вам сказать, вопрос правильно задан, ведущий. Определить настоящую обувь от подделки, ну, это только специалист может. Потому что простой человек, например, в другой сфере работая и, например, не знает, только она видит, человек, видящий фасон, красивую обувь, на этом не должно заканчиваться. А чтобы определить, ну, и факт тот, что еще цена чуть-чуть играет. Чем обувь дешевле, например, чем обувь дешевле, она может чуть-чуть и некачественной быть, я так думаю, по моему мнению. Чем, и не сказать, что тоже дорогая обувь, значит, она качественная. Опять же, это могут одинаковые быть материалы, одинаковая обувь, просто цены разные. И все. А так определить, ну, это надо... Ну, а что делать тогда? Это специалистом надо быть. Раньше, вот я вам расскажу, на рынке клиенты, на возрасте, они ходили с зажигалками, проверяли кожу. Извините, что так я говорю. Ну, так и было, да. Некоторые боялись, нет, не поджигайте, а некоторые разрешали. Я, например, свои сапоги разрешал поджигать. Берешь с зажигалкой, поджигаешь, и все, нормально. Только на расстоянии надо, не близко, близко можно чуть-чуть испортить кожу. На расстоянии от пламени, заменителя, он сразу может расплавиться. А если зажигалки нет под рукой, может быть, как-то со сроком, может быть, как-то, чтобы потом можно было вернуть эту обувь? Срок. У каждого, я думаю, предприятия или магазины, которые продают свою продукцию, например, обувь, у каждого есть, в данный момент, это Министерство промышленности и всем, есть такой закон. И мы вправе требовать, да? О качестве товара, и у них есть срок гарантии у каждого магазина. Я думаю, при приобретении обуви, каждый клиент, например, берет чек, квитанцию на гарантию. И в течение, там, у некоторых определены разные сроки. В течение этого времени, если обувь выдерживает, значит, обувь нормальная. И в дальнейшем можно ее носить. Но бывает, что она не выдерживает сроки, и, конечно, какие-то разрывы, получается, каблука откручивается или что-то. Конечно, они в полном неправе имеют право возвратить и предъявить нам или возврат, или, ну, вот такая методика вот в обувном деле. А вы сами какую обувь носите? Я ношу свою обувь, своего производства. Находится все-таки время, да? У меня семья носит все нашего производства. Ну, в принципе, ну, так должно быть. Получается все-таки. У меня сын, как и дизайнер, он, например, с компьютера, у него такая обувь, например, ну, он выбирает. Вот, например, это его изготовление, это с его логотипами. Это я ему пошил сейчас летом, он будет носить ее. Например, вот обувь, которая, ну, вот, расцветки он посмотрел, под что-то ему понравилось. Вот. И обувь, она, ну, вот, индивидуальная. Кстати, обувь, она по эскизам делается лучше, конечно. А изобретение, как художник, это очень долгое время надо. Это выдумывать фасоны, конечно, это время кропотливое такое. Успехов вам в работе. Продолжайте следить за развитием событий. Вместе с информационным каналом Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова